Всем еще раз привет! Давайте поговорим об онемении пальцев на руках. Откуда это берется и что с этим можно сделать? Причин онемения пальцев рук их всего несколько. Первая причина – гипертрофированные лестничные мышцы. Когда у вас мышцы поддавливают нервные корешки и у вас начинают неметь руки. Почему именно руки-то немеют от шеи? Потому что у нас руки иннервируются с плечевого сплетения, с нижнего шейного отдела. Обе руки. Соответственно, если что-то происходит в шее, у нас начинают неметь пальцы. Значит, далее пальцы могут неметь из-за межпозвоночных грыж. Когда грыжа поддавливает на нервный корешок, у вас начинают неметь пальцы. Ну и, соответственно, в каком сегменте находится грыжа, соответствующие пальцы начинают неметь. И есть еще один интересный момент. Это перенапряженная малая грудная мышца. Она находится вот здесь. Под малой грудной мышцей проходит сосудисто-нервный пучок, который иннервирует и кровоснабжает нашу руку. Соответственно, если малая грудная мышца зажата, то у вас начинает неметь рука. Также, кстати, интересно, руки немеют, когда вы, например, спите вот в таком вот положении, сильно сжатые руки в локтях. В этом случае я рекомендую купить, знаете, такую подушку-колбасу, чтобы ее можно было обхватить, чтобы руки были свободными. Так вот, если у вас не имеют пальцы на руках, не нужно гадать. Приходите ко мне на прием. Я с вами поработаю, выявлю первопричину, откуда все-таки у вас возникла эта боль. А чтобы выявить первопричину, ну, нужно сделать некие тесты. Посмотреть мышечное тестирование. Посмотреть, что и как у вас не работает, где проблема. И с этой проблемой уже будем работать. Опять же, не откладываем проблему в долгий ящик, иначе будет только хуже. Чем раньше мы с проблемой начнем работать, тем быстрее ее можно будет устранить. А если проблему запустить, и она перейдет в хроническую, то чаще всего ее до конца устранить уже будет невозможно. Так что заходите ко мне на прием. Буду с вами работать.